МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В течение месяца завершить и подписать мирное соглашение. Арцарские ковры с оригинальным армянским орнаментом представлены как историческая память Баку. Татевский монастырский комплекс и канатная дорога в центре внимания международных СМИ. К столетию со дня рождения поэта, национально-общественного деятеля Макартыча Сарксяна. В 16 школах в Восточной Армении внедрён курс «Искусственный интеллект». Поддержим государственное телевидение Западной Армении. 8 июня в эфире государственного телевидения Западной Армении с речью выступила пресс-секретарь правительства Республики Западной Армении Армин Нуис Аакян, представив важнейшие события прошедшей недели в правительстве Республики Западной Армении. Спикер представила речь президента Республики Западной Армении Лития Маркосян о парламентском вмешательстве касательно необходимости празднования Дня Первой Республики. Пресс-секретарь процитировала слова президента. День Первого Армянского государства, не 28 мая 1918 года, провозглашённый декларацией. Он не имеет никакой силы в международном праве. День Первого Армянского государства, 29 декабря 1917 года, с признания независимости Западной Армении декретом России. Пресс-секретарь представила проделанную работу председателя Совета безопасности Республики Западной Армении Арменака Абрамяна, занимающегося вопросами сохранения генетических ресурсов и прав перемещённых лиц из Арцаха, подчеркнув. Председатель Совета безопасности Республики Западной Армении Арменак Абрамян продолжает бороться за справедливость, предпринимая все необходимые шаги, обращаясь в Европейский суд по правам человека от имени перемещённых из Шуши жителей. Процесс включает тщательную подготовку, сбор существенных доказательств, глубокое понимание этнических числок геноцида и международного права, прав человека. Заявление Арменака Абрамяна направлено на проблемы по защите перемещённых лиц, тем самым решая основные потребности перемещённых коренных жителей, укрепляя глобальную защиту прав человека, начиная с совершённого против коренных армян Западной Армении геноцида. Несмотря на длительные, зачастую трудные судебные процессы, Арменак Абрамян продолжает прилагать усилия, тем самым демонстрируя свою приверженность Республике Западной Армении, являясь маяком надежды для разбросанных по всему миру армян и насильственно перемещённых в последние годы граждан. Также пресс-секретарь представила выступление правительства Республики Западной Армении на заседаниях Национального собрания. Речь заместителя министра иностранных дел Республики Западной Армении Бартана Симоняна и полномочного посла Республики Западной Армении в Аргентине Гильермо Караманяна. Подробности о состоявшейся 3 июня второй сессии Национального собрания Западной Армении 3 созыва. В Баку начался судебный процесс над жителем Арцаха Рашидом Бегларяном. Ему было предъявлено обвеление в незаконном пересечении границы также в рамках дела Ходжалинский геноцид. Напомним, 1 августа прошлого года стало известно, что бакинские пограничники задержали 61-летнего гражданина Республики Арцах Рашида Бегларяна. Бегларян заблудился, оказавшись на подконтрольной Баку территории. Враг арестовал жителя Арцаха в ноябре 2023 года. Восточная Армения готова в течение месяца завершить и подписать мирное соглашение с Баку. Об этом сообщает пресс-служба МИД Восточной Армении. Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном достаточно созрело для подписания, говорится в сообщении. Напомним, 4 июня Восточная Армения в девятый раз ответила на предложение Баку по мирному договору. В последнее время политика Баку по присвоению армянского наследия активизировалась на различных международных площадках в виде выставок, лекций и научных слушаний. На этот раз речь идет о выставке, открывшейся в столице Латвии Риги, азербайджанские ковры и генетический код памяти. Об этом предупреждает платформа Monument Watch. Арцахские ковры с уникальным армянским орнаментом и символикой представлены как традиционная культура ковроделия Баку, присутствующие на коврах знаки, изображения животных, птиц, узоры и связанные с ними верования, были применены в армянской культуре ковроделия и имеют многовековую историю. Инициированная посольством Баку в Латвии, выставка посвящена 30-летию установлению дипломатических отношений между Баку и Латвией, что еще больше подчеркивает государственную направленность мероприятия. Образцы повторяют Арцфаг Горг, происходящие из центра ковродкачества армянской феодальной власти Джироберта Арцаха, ковер типа Вуротан из Сюнигской и Нехадживанской провинции Гохн и ковры Ширвана. Основной декоративный мотив Арцфаг Горга – орел. Это одно из олицетворений крылатого солнца или урарского божества Халди. Иконография крылатого солнца известна в армянском искусстве с древних времен, выражается также в армянских позднесредневековых коврах Арцах Сюник. Платформа считает необходимым отметить, экспонаты являются продукцией бакинской компании Адзер Ханлча, единственного производителя ковров. Это показатель, что создание фабрики коллекции с копиями арцахских орнаментов является направленным на напольным и спонсируемым государством. Настораживает, что выставка также имеет тенденцию к вытиранию армян посредством образовательных программ, доказательством чего являются лекции, проведенные в музее, в ходе которых Шуши был представлен как многовековая культурная столица Баку. Еще в 2021 году Баку подал документы в ЮНЕСКО для включения Шуши в качестве азербайджанского города в сеть креативных городов ЮНЕСКО. Кроме того, в 2023 году Баку объявил наш армянский Шуши культурной столицей тюркского мира. Армянская платформа подчеркивает, что Баку, искажая исторические факты, нейтрализует реальную традицию наследия, лишая ее подлинности, тем самым нарушая принятый ЮНЕСКО принцип аутентичности наследия, поскольку, согласно документу, принятому в НАРе в 1994 году, правдивыми и достоверными должны быть знания, заложенные в основу наследия и хранения достоверной информации. Самая длинная в мире канатная дорога Татевер и монастырский комплекс Татев, считающийся одним из важных духовных культурных центров средневековой Армении, попали на этой неделе в поле зрения международных СМИ. С целью раскрытия туристического потенциала Армении и развивающегося с каждым годом гастротуризма, на этой неделе группа журналистов престижных международных периодических изданий посетила Восточную Армению, чтобы ознакомиться с достопримечательностями историческими и культурными и духовными центрами армянского мира. Воспользовавшись канатной дорогой, гости имели возможность насладиться панорамным видом на Воротанское ущелье, с захватывающим полетом над Чертовым мостом и Великой пустыней Татев, последней остановкой которой является монастырский комплекс Татев, построенный в IX веке. После полета группа журналистов осмотрела монастырский комплекс Татев, ознакомилась с многовековой историей Татева, его ролью в развитии Сюника, а также с интересными фактами и событиями региона. Гости раскрыли секреты армянской кухни, вкус и запах традиционных блюд. Татевер – самая длинная в мире канатная дорога, дважды была признана лучшей в мире по версии престижной международной премии World Travel Awards. В зале Союза писателей Восточной Армении состоялось торжественное мероприятие к столетию со дня рождения прозаика, поэта, национально-общественного деятеля, лауреата Государственной премии Армянской ССР и НКР Маккартыча Сарксяна. Присутствующим был представлен фильм, рассказывающий о жизни Маккартыча Сарксяна. На мероприятии выступил певец Масис Унанян, декламатор Гайанес Самвелян, актриса Государственного академического театра имени Сундукяна Рузана Ахназарян, воспитанники ансамбля ашурской песни «Саят Нова». Мероприятия к столетию со дня рождения поэта прошли в Ереванском государственном университете в Банадзоре и Раздане. В этом году также была опубликована подборка из ста стихотворений писателя решением Совета старейшин Еревана 14 мая 14-я улица Канакера в административном районе Канакер-Зейтун названа в честь Маккартыча Сарксяна. В прошлом году в сотрудничестве с частным сектором в 16 школах Восточной Армении был внедрен курс «Искусственный интеллект». Об этом на совместном заседании постоянных комиссий национального собрания в ходе обсуждения годового отчета о реализации бюджета сообщает Министерство образования, науки, культуры и спорта. По словам министра, в этом смысле наша страна одна из первых в мире, где уже есть такая программа на школьном уровне. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны, информирует о политических и общественных событиях правительства, также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, Вестерн Армения ТВ не занимается саморекламой. Вестерн Армения ТВ стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра.